Дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем наш очередной разговор, который связан с рассмотрением проявлений обмана в такой непростой, сложной и пестрой сфере, как религия и мистика. И начнем, конечно, мы с того, как проявляется обман в сфере религии. Итак, обман в религии. Надо сказать, что еще евангелист Иоанн отмечал, что Бога не видел никто и никогда. И поэтому, естественно, к его существованию надо относиться просто, с верой. И ясно, что основу любой религии и составляет как раз вера. Однако, существует немало определений того, что же это за феномен. Вот, например, в толковом словаре русского языка Ожегова Сергея Ивановича говорится о том, что вера – это убежденность, глубокая уверенность в чем-либо. А в другом, более узком смысле – это убежденность в существовании Бога, высших божественных сил. А вот в православной энциклопедии вера определяется отношением человека к божеству и проявляется в признании его бытия, в доверии и верности ему. И еще одно интересное определение. Его дает Воскобойников в энциклопедическом православном словаре. Вера, указывает он, – это состояние сознания, признающее какое-либо явление истинным и не требующее для этого внешних доказательств. То есть, как мы видим в последнем определении веры, здесь наблюдается не только констатация того, что признается какое-то явление истинным, но и еще одна грань, а именно, что для этого не требуются доказательства. То есть, мы с вами должны понимать, что вера – это знание, которое как раз и в доказательствах не нуждается. Ну, видимо, человек так устроен, что не может обойтись без веры, и поэтому просто вынужден бездоказательно принимать большую часть получаемой им информации. Ну, с одной стороны, человек ведь по своей природе недоверчив, поскольку доверяться кому-либо без достаточных на это основании опасно. А с другой-то, зачастую он верит в существование самых таких разных по своему содержанию явлений, как загробная жизнь, как честность политиков или как, скажем, коммунизм. Почему же так происходит? Любая вера, в том числе, конечно, и религиозная, есть некое соглашение, которое разум человека заключает собственным подсознанием. При этом интеллектуальная часть сознания добровольно соглашается не предъявлять критических замечаний к определенным явлениям, в обмен на ряд преимуществ в виде уверенности в себе и окружающем мире, положительных эмоций и душевного комфорта. Конечно, у каждого народа в определенные исторические периоды были свои собственные верования, которые, конечно, изменялись в течение времени, ну, то ли постепенно, то ли быстро. Вот, скажем, древние славяне. Давайте посмотрим на наш следующий слайд. Итак, древние славяне. Вот это язычники, как мы с вами знаем, обожествлявшие силы природы. Они также почитали души предков, верили в волшебство, то есть в знание тайной силы вещей, и питали большое уважение к волхвам, которых считали обладателями такого знания. С этим связывалось множество суеверных приемов, ну, в том числе, гаданий, шептаний, завязывания узлов и тому подобное. В особенности была велика вера в тайное могущество слова, и такая вера, конечно, выражалась во множестве заговоров. Ну, времена проходят, и одни верования сменяются другими. Некоторые верят в летающие тарелки, прочее НЛО, ибо осознание того, что мы не одиноки во Вселенной, греет им сердца. Кто-то верит в мудрость и честность правителей, несмотря на их ошибки и даже преступления против собственного народа. Ну, есть, конечно, и вера в переселение душ, которая позволяет надеяться, что, перевоплотившись в новой жизни, в другого человека или в другое существо, мы сможем вести более достойное и счастливое существование. Помните, как у Высоцкого, который мог бы сегодня в наши дни отмечать свое 70-летие, хорошую религию придумали индусы о том, что жизнь наша продолжается после нашей смерти. Короче говоря, никогда человек не верит в невозможное просто так, если это не приносит какой-то ему либо моральной, либо материальной выгоды. Именно в этом и кроется разгадка. Ну, для иллюстрации сказанного приведем небольшую мысль из рассказа американского писателя Джорджа Мартина. Итак, давайте поближе посмотрим на него. Джордж Реймонд Ричард Мартин. Американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер. Вот у него в рассказе «Крест и дракон» мы находим в следующий эпизод. «Вы ухватили самую суть», продолжал Лукиан, ну, один из героев. «Истины великие, как, впрочем, и те, что поменьше, непереносимы для большинства людей. Мы находим защиту от них в вере. И наши психологи считают, что счастливыми ощущают себя лишь те, кто верит. «Истин много, а вот вероучение не достает, да и скроены они, неважно, наскорую руку, противоречия да ошибки, а ошибки порождают сомнения. Наша вера теряет опор, и вместе с ней от нас уходит счастье». Это вот один, так сказать, эпизод, одно мнение. А вот, скажем, есть и другая позиция, которая может либо опираться, либо, так сказать, отталкиваться, или даже идти вразрез с тем, что мы сейчас слышали. Вот эту позицию занимает известный американский психолог Уильям Джеймс. Вот он перед нами. Американский философ и психолог, один из основателей и видный представитель прагматизма и функционализма. Вот он писал, что вера – это возможность действовать в условиях дефицита информации. Она подразумевает уверенность в том, что с теоретической точки зрения еще можно вызывать сомнения. А так как мерилом веры служит готовность к действию, то можно сказать, что вера – это готовность действовать ради цели, удачного достижения, которое не гарантировано нам вперед. Другими словами, мы говорим о вере, когда есть какие-то сомнения. То есть, в итоге мы подходим к выводу о том, что там, где человек отказывается от доказательств, ну, в силу необходимости, лени или даже традиций, он рискует быть обманутым. И если человек верит в положение исповедуемой им религии, он по неволе должен безоговорочно доверять ее служителям. Но ведь сами служители любой религии – это всего лишь такие же люди, как и мы с вами, и, следовательно, в основной своей массе наделены такими же пороками, достоинствами, недостатками, как и сама их паства. Вот, в частности, один из монахов Саввино-Сторожевского монастыря, буквально во время последнего Рождества, прямо сказал мне о том, что в разговоре с ним я услышал его слова о том, что мы не святые, мы тоже грешим. Вот вам откровенное, честное признание. Вера религиозно настроенной толпы зачастую облегчает задачу профессиональных, так сказать, волшебников, жрецов. Задачу в чем? Заставить поверить, убедиться и в конечном счете, конечно, обмануть. Давайте посмотрим, к каким манипуляциям прибегали жрецы различных времен, различных верований для того, чтобы одурманить мирян, верующих. Ну, вот один из примеров, связанный с эффектом камеры обскура. Ну, допустим, опишем ситуацию. В святилище таинственная темнота. Вдруг яркий луч солнца пронизывает тьму. На гладкой стене появляется теневое изображение божества. Кажется, оно заглядывало в храм из своих небесных владений. Божество делало какие-то знаки, повергая собравшихся в священный ужас. «Я есть то, что есть, и было, и будет, и никто еще не поднимал моей завесы», гремел под пилонами храма голос, отраженный многократным эхо. А ведь на самом деле это была тень одного из жрецов, спроецированная на экран, как в камере обскура, о которой мы несколько выше сказали. Давайте посмотрим, что это за интересное устройство. Вот перед вами схема камеры обскура. Ну, камера, в переводе с латинского, это комната, а обскура темная. То есть это простейший вид перед нами фотокамеры. Представляет собой свето-непроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном, в качестве которого может служить матовое стекло или тонкая белая бумага на противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстия, создают изображение на экране. То есть мы с вами видим, что обычная тень, а ведь какое непередаваемое впечатление производила она на суеверных людей. Далее. В различных древних манускриптах описываются использования для производства чудес всякого рода механизмы и автоматы. Вот, в частности, те, которые приводились в действие при помощи либо песка, либо воды, и через систему зубчатой передачи фигуры богов приводились в движение, и это оказывало сильнейшее психологическое воздействие на прихожан. Надо сказать, что еще последователи Аристотеля подвергали критике подобные действия служителей культа, считая это неблаговидным обманом и профанацией чудес. Вот римский ученый Плиний, Плиний старший, Гай Плиний секунд, древнеримский энциклопедист и государственный деятель, живший в первом веке нашей эры, тот прямо указывал и описывал, как собственными глазами он наблюдал вознесение к небу богов в храме Геркулеса города Тира. Вот, например, перед вами руины этого храма Геркулеса в современной Иордании. Так вот, эффект в этом храме достигался за счет как раз оптического обмана. Фигуры богов, ну, обыкновенных статистов, с помощью зеркал из отполированной меди, проецировались на дым храмовых курильниц, отчего казались парящими в воздухе. В огонь подбрасывались особые порошки, делающие дым белым, что позволяло ему выполнять роль экрана. Другие порошки содержали наркотики, усиливающие внушаемость присутствующих. Надо сказать, что есть и были другие трюки, которыми пользовались жрецы древних религий для привлечения верующих в свои храмы. Эти трюки были связаны с использованием легко воспламеняющихся веществ. Вот таким, например, впечатляющим становилось появление богини Гекаты. Давайте на нее посмотрим. Это греческое божество лунного света. Трехголовая, шестирукая богиня призраков и повелительница загробных теней у древних греков. В темноте, в комнате, по призыву жреца на стене внезапно вспыхивали языки пламени, которые прочерчивали зловещую фигуру этой богини с факелами, мечами и копьями в руках. Конечно, рисунок был заранее нанесен каким-нибудь невидимым, легко воспламеняющимся веществом. И достаточно было как бы случайно поднести к нему факел, и тот загорался. В наши дни, конечно, мы с трудом можем найти легковерных людей, чтобы увлечь их в религию столь примитивными, так сказать, фокусами. Однако, как это ни парадоксально, в наши дни число верующих не только не уменьшается, но даже возрастает. Ибо люди жаждут счастья и покоя. И если они их не находят в обыденной жизни, то, естественно, обращаются к религии. А уже НАТО, не отталкивая никого, всегда с радостью принимало и принимает в свои объятия страждущих. Сейчас наша страна переживает тяжелые времена, связанные с продолжающейся ломкой экономических и идеологических структур. Но ведь, что еще важнее, и системы моральных ценностей, добро и зло, честь и бесчестье, порог и добродетель, поменялись местами в сознании многих людей, особенно зрелых, успевших проникнуться ценностями предыдущей социальной экономической формации. И именно они становятся легкой добычей не только для аферистов от бизнеса типа Мавроди, но и мошенников от религии. Белое братство, Аум Синрикё, общество сознания Кришны, церковь объединения Муна, церковь последнего завета Виссариона, свидетели Иеговы и многие-многие другие религиозные неообъединения тянут свои грязные руки к душам и кошелькам наших граждан. Вот, в частности, один из исследователей мошенничества в России, Сергей Романов. Вот перед вами его одна из книг. Она называется, правда, «Воровство в России». У него есть еще одна книга «Мошенничество в России». Так вот, он в этой книге пишет, что цель у всех них, то есть у этих неокультов, одна – завербовать как можно больше граждан под свои знамена. А содержание ведь религиозного обмана – это всяческие обещания сделать жизнь счастливой здесь и сейчас. И, как правило, обещания ведь не бескорыстны, потому как основой счастья может стать полное отречение от своего имущества. Конечно, в пользу секты. Вот ведь как это происходит. Сначала человека новенького напичкают разнообразной литературой. И если он доверился настолько, что оставил свой рабочий или домашний телефон, то звонки с приглашением начнут учащаться и регулярно повторяться долгое время с приглашениями на те или иные собрания и семинары. И вот, конечно, чаще всего ради интереса стоит человеку, решившись краем глаза, взглянуть на то, что происходит в самой этой секте, как начинается агитация за веру. Вот в Мунистской, допустим, церкви объединения это делается так. Вот давайте посмотрим кадр из жизни этой секты. Перед вами воскресная служба у Мунистов. Так вот, в этой секте есть и используется так называемый термин «бомбардировка любовью». Любопытный приходит на собрание Мунистов, ему говорят о том, какой он распрекрасный, замечательный, красивый, необычный человек. И все это не может, конечно, ему не нравиться. И если он хотя бы отчасти уверовал в свою неповторимость и неординарность, ведется дальнейшая обработка. Он должен отречься от всего, что было раньше. Бывшие друзья теперь недруги, родственники ничего, кроме зла, ему не желают. Разные другие учения, кроме учения Мунистского, неправильные и коварные. Ну, а далее следующая ступень обработки – отучить человека думать. Для этого дается мантра, чтобы ее повторять и повторять. Ну, скажем, у Кришне этого – это Харе Кришна, у Богородичного Центра – это век святых, сила праведных, ну и прочее. И этот текст должен постоянно вертеться в голове человека. Ну, и, наконец, на следующей стадии еще более усиливается отрешение от мира сего, так называемой суточной индоктринации. То есть, когда человек все время находится среди своих якобы коллег по вере и слушает богослужения, проповеди, участвует в медитациях и инициациях. Если обратиться к уголовному кодексу, то деятельность большинства религиозных неокультов можно трактовать как мошенничество и обман в целях именно наживы. Но вот доказать это весьма затруднительно. Ну, прежде всего, потому что одурманенные жертвы не спешат в милицию, искренне считая, что отдают свое имущество на благое дело. Ну, так, в секте, например, Виссариона, вот, в частности, мы его видим в окружении своей паствы. Надо сказать, что за последнее время этот Виссарион даже пополнел. Так вот, в этой секте его последователи добровольно расстаются со своими квартирами в пользу общины. Ну, а во-вторых, потому что установить такой вид обмана чрезвычайно сложно. Обычные аферисты, ведь и мошенники, заключают липовые договоры, оставляют хоть какие-то следы, за которые можно уцепиться правосудию. А вот дельцы от святой веры не подписывают ведь никаких договоров со своими жертвами. Они гарантируют царство Божье на земле и небе без бюрократических проволочек. «Верьте мне, дети мои, и вы обретете счастье», говорят они в своих проповедях. «И несчастные верят им и несут последнее». Естественно, единственный способ уберечься от религиозного обмана – это критически относиться к любым новоявленным учениям, которые делают установку на слепую веру, а не на человеческий разум. Ну, а если человек предпочитает доверять духовным мессиям, то он рискует не только личным имуществом, но и благополучием своих близких. Так, коротко мы себе составили представление о том, каким образом обман может проявляться в области религии. Теперь перейдем к сфере мистики. Итак, обман в мистике. Мишель Монтенни говорил о том, что тверже всего мы верим в то, о чем меньше всего знаем. И, конечно, обман в мистике мы можем проследить на таких, скажем, примерах, как составление гороскопов в астрологии, как карточные гадания, как хиромантия, спиритизм, магия, ну и тому подобное. Казалось бы, начался уже 21 век. И успехи, конечно, науки впечатляют. А ведь посмотришь на книжные полки, становится не по себе. Потому что люди-то раскупают не учебники по физике, химии, механике, кибернетике, информатике, а сонники, пособия по практической магии, по различным гаданиям, ну и прочую эзотерическую литературу. Ведь это даже не 19 век с его верой в науку, а скорее даже в средневековье. Вот давайте обратимся к тем данным, фактическим данным, которые приводят, в частности, всем известная газета «Московский комсомолец». Вот, в частности, мы видим ее заставку. Вот в одном из номеров указывалось, что буквально каких-то 10 лет назад в Москве действовало не менее 5000 разного рода гадалок, магов, экстрасенсов, колдунов. Около 15% из них занимаются только предсказаниями, 30% снимают порчи с глаз и пытаются находить людей и вещи, а около 30% варят приворотные зелья. Это каких-то 10 лет назад. Естественно, что на сегодняшний день число всех этих так называемых специалистов, естественно, увеличилось. И увеличилось, надо сказать, значительно. Отметим, что все гадальщики вот эти делятся на уличных, надомных, салонных и полуподпольных, то есть, которые не рекламируют свою деятельность и работают только по, так сказать, рекомендации от одного к другому. Ну, надо сказать, что уличный гадальщик имеет в день от 3 до 12 клиентов, и каждый платит ему от 3 до 10 долларов за сеанс. Тот, кто работает на дому, естественно, может принять от 2 до 8 человек, но цены здесь уже от 20 до 300 долларов. А, скажем, среди полуподпольных вот этих магов и целителей, экстрасенсов, вот список заполнен на несколько дней вперед. И они принимают до 12 человек. Цены также в пределах 300 долларов. Надо сказать, что ежедневно в Москве подвергается обману вот такому. Около 30 тысяч человек, обратите внимание, ежедневно. И мошенники каждый день кладут в себе в карман, ну, совершенно немыслимые суммы. Совершенно немыслимые. До нескольких десятков миллионов рублей. Среди этих современных, с позволения сказать, магов, нет узкой специализации. Любой из них за соответствующую плату вам предложит все то, о чем вы его не попросите. Но, тем не менее, используются при этом, конечно, разнообразные средства для гадания. Вот перед вами некоторые из них. Аксессуары для гадания. Мы видим здесь и всякого рода особые карты, и, значит, вот книги, и свечи, булавки, ну, и прочие принадлежности. Тем не менее, каждый кудесник, любимец богов, предпочитает заниматься каким-то одним направлением паранормальной деятельности. Ну, самое безобидное из них, на мой взгляд, это астрологи. Вот, в частности, перед вами средневековая иллюстрация астрологической анатомии человека, где мы видим, что знаки зодиака как-то завязаны на те или иные элементы и части человеческого организма. Конечно, мы говорим о том, что астрологов с определенной стороны можно считать самыми полезными среди всех вот этих так называемых целителей и магов, потому что ведь хороший гороскоп – это гороскоп, построенный на том, что подходит всем. Во-вторых, ИСПО дает нам полезные, хотя и банальные советы, которые действительно нам помогают в жизни, вне зависимости от знака зодиака, под которым мы родились. Вот перед вами один из таких гороскопов, построенный на 1 января 2000 года в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. Вот если мы с вами возьмем, допустим, знак Водолея, это знак одного из моих знакомых, которого я очень хорошо знаю, и поэтому все предсказания мог проверить на его жизни спокойно. Так вот, если кто сомневается, пусть попробует, заглянув в любой гороскоп, заменить свой знак на любой другой. И вы увидите, что 70% прогноза подойдет и вам. А почему не 100? Да потому что и ваш собственный знак дает приблизительно тот же процент попаданий, учитывая, что многие фразы гороскопов можно толковать достаточно вольно. Перейдем теперь к карточным гаданиям. Как происходит угадывание будущего и прошлого при помощи карт? Ну, конечно, какие-то вот засаленные кусочки разноцветного картона, который тасует ясновидящее, имеют такое же отношение к нашей судьбе, как и сама хозяйка к потусторонним силам. Но, в противном случае, ей не нужно было бы заниматься столь жалким промыслом. Ибо, скажем, зная будущее, а она себя считает таким знатоком, зная будущее, можно за месяц ей было бы состоять сказочное состояние на биржевой игре или на соотношении курса валют. Однако, ни один маг или прорицатель, вместо того, чтобы при помощи карт без труда выяснить комбинацию правильных номеров в том же лотто-миллион или, скажем, на бирже, почему-то тратят свое драгоценное время на решение наших личных проблем. Не кажется ли вам, что этот альтруизм несколько подозрителен? Тем не менее, зачастую в словах гадалки, вот, в частности, один из образов ее запечатлен на художественном полотне. Михаил Врубель, гадалка, конец XIX века. Вот картина находится в Третьяковской галерее. Так вот, в словах гадалки оказывается достаточно много близкого к нашей жизни, что заставляет поверить в нечто сверхъестественное. Но не будем спешить с выводами. Здесь все решают профессионализм и знания человеческой психологии. Какое же знание? Какие правила, какие приемы этого гадания? Вот один из приемов состоит в том, что гадание осуществляется в форме полувопросов, полуутверждений. При этом гадалка отслеживает реакцию клиента. И, конечно, клиент сам у гадалки хочет, во-первых, найти подтверждение своим мыслям, причем так, чтобы это выглядело объективно, поскольку ведь гадалка не имеет к нему отношения. А, во-вторых, получить информацию о тех возможных неожиданностях, о которых клиент не подозревает. И понятно, что если первая цель его визита при квалифицированном гадании еще может быть достигнута, то второй он вряд ли достигнет. Кроме того, одно из основных правил, которых придерживается большинство гадалок, заключается в том, что, несмотря на любой самый неприятный прогноз, человеку всегда дают надежду на будущее. На лучшее. И вот за эту как раз надежду люди и платят. Правда, некоторые гадатели из числа сильных личностей с садистскими наклонностями, наоборот, усугубляют традиционный прогноз всяческими ужасными подробностями, вызывая страх за будущее и усиливая природную внушаемость клиента, они тем самым привязывают человека к себе, подспудно внедряя в его сознание мысль о своей незаменимости. И, естественно, за снятие такого заклятия колдуны требуют огромные деньги. Несчастные же готовы отдать последнее. Ну, помимо гадания карточного, существуют и другие способы пресловутого познания будущего. Ну, например, хиромантия. Как мы знаем, в ней используется человеческая ладонь. Само слово хиромантия от греческого хейрос, рука, и мантия, гадание, пророчество. Так вот, линии, борозды и фигуры служат для хиромантов богатым материалом для фантастических предположений, в подробностях описывающих судьбу владельца этой ладони. Давайте обратимся вновь к образу мадам Грицесуевой в бессмертном романе «Ильфа и Петрова». Вот, как мы видим, очень запомнившиеся нам кадры из фильма Леонида Гайдая, 71-го года. Как происходило сватовство к вдове Грицесуевой. В ее роли тогда была Наталья Леонидовна Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Вот, линии руки вдовы Грицесуевой, читаем мы в романе, были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Линия ума и искусства давала право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Понятно, что главную информацию во время гадания Херман добывает не от изучения этих мистических линий ума, сердца и судьбы, а от скрытого наблюдения за реакцией своего клиента. Конечно, способов гадания человечество придумало массу. И люди всегда пытались приоткрыть завесу над будущим, и в этом неукротивом желании доходили порой до смешного. Надо сказать, что одни мыслители прошлого, естественно, допускали возможность предвидеть будущее, но некоторые мыслители того времени уже критически относились к процессу гадания. Вот, в частности, ученик Анаксагора Еврипид. Давайте поближе на него посмотрим. Это древнегреческий драматург пятого века до нашей эры. Так вот, он смело утверждал, что лучший гадатель тот, кто хорошо соображает. У разных народов были и есть разные способы гаданий. По небесным знамениям, скажем, дождь, гром там и так далее, с помощью животных. А вот среди наших русских людей гадания по лучине, ну и ряд других. Вот, в частности, великий русский поэт Жуковский Василий Андреевич. Он же и не только поэт, но и переводчик, критик, почетный член Петербургской Академии Наук, академик, тайный советник. Так вот, в балладе Светлана впервые в отечественной литературе дал прекрасное поэтическое описание процесса народного гадания. Здесь описано несколько способов гадания, распространенных в то время на Руси. Это литье воска, когда воск капают в чашку с холодной водой, и потому что там образуются, пытаются выяснить будущее. В общем-то, этот метод очень напоминает психологический тест Роршаха, в котором пациенту предлагается фантазировать, глядя на чернильные кляксы. Вот перед нами Герман Роршах, швейцарский психиатр. Вот его тест как раз и основан на предположении о том, что индивид видит в кляксе, что он именно видит. И это, стало быть, определяется особенностями его собственной личности. Вот эти вот кляксы Роршаха, по которым, так сказать, человек что-то должен видеть, и, следовательно, вот это его видение определяется его психологическими, так сказать, чертами. Кроме того, мы у Жуковского в этой поэме Светлана видим и такие способы гадания, как бросание башмачка, там с левой ноги, значит, вот опускание кольца в воду, кормление курицы, ну и многие другие. Надо сказать, что старинные виды гадания были признаны обманом уже давно, что, впрочем, не мешало прорицателям во все века ловить на эти приемы легковерных людей. Ну так, с давних времен ведут свое происхождение так называемые авгуры, то есть жрецы, которые предсказывали будущее по полету и поведению птиц. У римлян официально существовала жреческая коллегия авгуров. Такое гадание считали обманом и высмеивали уже в первом веке до нашей эры. Вот по словам Цицерона, например, вот как раз он перед нами, Марк Туллий Цицерон, древнеримский политик и философ, блестящий оратор. Так вот, по его словам, эти авгуры, гадая верующим, еле сдерживали смех, поглядывая друг на друга. Отсюда у римлян и пошло выражение «улыбка авгура», которое относится к циничным обманщикам. Раскрывая механизм воздействия современных колдунов на человеческую психику, следует говорить о предварительном настрое сознания человека на вот эту мистическую волну, на возможность совершения чуда. Физиологи называют это созданием доминанты, то есть сильного очага возбуждения в коре больших полушарий. Вот как раз для этого, допустим, северные шаманы били в бубен, скакали как одержимые, а нынешние используют околонаучный антураж. Беополя, космическую энергию и многочисленную туманную фразеологию, которая призвана, конечно, заменить невнятный шепот при наговорах наших деревенских бабушек. Вот, в частности, в марте 93-го года миллионы телезрителей России были свидетелями спиритического сеанса, когда известный колдун, он и не стеснялся так себя называть, Юрий Лонга, давайте на него посмотрим, Юрий Андреевич Лонга Головко, настоящая фамилия, ну, якобы магистр белой практической магии, народный целитель. Так вот, он вызывал из космического информационного банка дух Виссариона Сталина. Атеисты назвали бы этот фарс опиумом для народа, а христиане, конечно, сатанизмом. Обратите внимание, как ловко подстраиваются маги и колдуны к реалиям сегодняшнего дня. Информационный банк, это так современно, компьютеризировано, вроде банка данных по биржевым сделкам, отдает наукой, да еще ссылкой на сам космос. Маги и колдуны, как правило, не чуждаются приемов, разработанных наукой, искусно вплетая их в свои бессмысленные заклинания. Ну, вот, например, отец магии Папюс, настоящая фамилия Жерар Анкос, французский оккультист, маг и врач. Так вот, он, ни капельки не смущаясь, в своем знаменитом трактате «Практическая магия» продается на полках наших магазинов, приводит вполне реальные, пробированные сотнями гипнотизеров приемы определения гипнабельности и погружения пациентов в так называемый гипнотический сон. Все это действительно работает, но при чем тут магия и потусторонние силы? В другом разделе Папюс приводит совершенно бредовое заклинание, предназначенное для вызывания якобы духа самого Соломона. Ну, о нем мы знаем, что это третий еврейский царь, легендарный правитель израильско-иудейского царства в X веке до н.э., в период наивысшего расцвета этого царства. Так вот, заклинание для вызывания духа Соломона. Читаем у Папюса. «Сила царства! Будь под моей левой ногой и в моей правой руке! Слава вечная! Дотроньтесь до моих обоих плеч и направьте меня на путь победы! Милость и правосудие! Будьте равновесиями блеском моей души! Ум и мудрость! Доставьте мне венец! Духи Мальхута! Проведите меня между колонн, на которые опирается здание храма! Ангелы, нет нахай и хода! Утвердите меня на кубическом камне Иесода! О, Жедулаэль! О, Гебураэль! О, Миферет! Бенаэль! Будь моей любовью! Рух Хокмаэль! Будь моим светом! Будь, что ты есть, и то, что ты будешь, О, Китериэль! Ишим! Поддержи меня во имя Садай! Херувим! Будь моей силой во имя Адонай! И так далее! Хотя, если подумать, это, с позволения сказать, заклинание имеет немалый смысл, но, конечно, я думаю, не в плане вызывания духов, а в плане произведения мощного воздействия на впечатлительных клиентов. Любого мага. Чем непонятнее, чем таинственнее, тем больше производится воздействие. Дорогие друзья, сегодня мы с вами вели речь о том, как проявляется обман в непростой, сложной и запутанной религиозно-мистической сфере. Мы привели лишь несколько, так сказать, примеров. В следующий раз нам предстоит рассмотреть проявление обмана в очень далеком от религиозно-мистической сферы, а именно в мире игр и спорта. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.